В субботу 17-й съезд партии «Единая Россия» продолжил свою работу. В первый день партийцы подтвердили свои обязательства выполнять предвыборную программу в течение всего срока полномочий Государственной Думы и всего избирательного цикла. На этом тезисе специально остановился лидер «Единой России» премьер-министр Дмитрий Медведев. Председатель партии также отметил, что важным инструментом реализации программы служат партийные проекты. «Они не должны дублировать друг друга, а их количество должно быть разумным», — сказал Дмитрий Медведев. Предложения по развитию проектной деятельности были вынесены на заседание Президиума Генерального Совета партии, сократившем число федеральных партийных проектов с 25 до 14. В Ульянской области эта работа ведется очень активно. Партия ее контролирует. Эти проекты вы знаете, все мы всегда о них говорим. Достаточно сказать, допустим, о проекте «Детские сады и дети». Вы знаете, какой он результат имел. Мы, так сказать, фактически его выполнили. Ну и многие другие проекты, которые мы тоже сейчас пересмотрим, укрупним их. И обязательно об этом поставим в известное население наше. При этом партийные проекты, от которых отказались, не исчезли бесследно, а были объединены с другими. Каждый проект получил своего куратора и председателя общественного совета. Центральным событием второго дня стало пленарное заседание съезда. В его работе принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства поблагодарил единороссов за роль в решении экономических, социальных, демографических и множества других проблем, в том числе глобальных. Этим партия заслужила свое лидерство в политической жизни страны. Впереди очень много важных, значимых, нетерпящих отлагательств дел. А все, что нам удалось сделать, это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития. Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножать уже достигнутое за последние годы. Хотя Владимир Путин идет на грядущие выборы в качестве самодвиженца, Единая Россия не останется в стороне от президентской кампании. Глава государства был одним из основателей политической силы. И партия ни на секунду не забывает о своем позиционировании как партии президента. Как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей ситуации Владимиру Владимировичу правильно опираться на самые широкие слои наших граждан вне партийного контекста. И мы приветствуем решение Владимира Владимировича Путина о самовыдвижении. Мы окажем вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем. А поддержка, которую может оказать Единая Россия, действительно значительна. В ее рядах стоят больше двух миллионов человек. В Государственной Думе она обладает большинством, как и в региональных парламентах. Дмитрий Медведев объявил о формировании пулу наблюдателей на выборах от Единой России. Объявлена съезд департийная мобилизация. Она заключается в том, что все члены партии должны оказывать стопроцентную поддержку действующему президенту. Ежегодно на разных выборах, будь то муниципальных, будь то региональных, будь то по выборам Государственной Думы или губернатора, мы с вами собираем колоссальную поддержку. 60, почти под 70% жителей Ульяновской области нас поддерживают. Это значит, они разделяют вместе с нами наши уставные цели, наши планы, наши программы, наши проекты. И разве не это ответ на то, что сейчас только было сказано? Мы окажем полную поддержку нашему лидеру. В исключении пленарного заседания стоялись выборы в руководящие органы. Высший Генеральный Совет Единой России. Постоянная ротация кадров – это требование устава. Партия не хочет костенеть и застаиваться, поэтому постоянно обновляется. Финалом второго дня съезда партии Единой России стало заседание Генерального Совета в обновленном составе. На нем в новом для себя статусе присутствовал секретарь Генерального Совета Андрей Турчак. Делегаты съезда проголосовали за то, чтобы он избавился от приставки исполняющего полномочия. Теперь принятые решения будут притворяться в жизни. Данила Ноздряков, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда. Москва. Субтитры создавал DimaTorzok